Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал! Hello and welcome to my channel! Урок номер 239, lesson number 239 out of 366 и номер один повторение. Here we review vocabulary or grammar. Сегодня мы с вами повторим глагол рассказывать. Давайте напишем рассказывать. Рассказывать means to tell, to narrate, to tell a story, to tell a story or something that happened. Рассказывать, imperfective of course, perfective is рассказать. Рассказать. Don't forget to practice with me out loud, try to imitate my pronunciation. So, imperfective, perfective. Рассказывать, рассказать. Let's put it in context. Я... Он рассказывает, он рассказывает о главном, о главном герое. Он рассказывает о главном герое. He's telling us about the main character. Главный герой. Literally main hero. Basically main character. Он рассказывает о главном герое. He's doing it right now in present, so we'll use imperfective. Идем дальше. Perfective. One-time action, finished action. Он рассказал нам о своей любимой девушке. Он рассказал нам о своей любимой девушке. Он рассказал нам о своей любимой девушке. He told us about his girlfriend. Любимая девушка is a girlfriend. Отлично. Номер два. Глаголы. Verbs. And we will start with today's verb in imperfective. And today's verb is представлять. 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 Представлять means to imagine, to represent. Представлять. To imagine, to represent. Two different meanings. Let's conjugate it in context and put it in context. Я представляю Россию. Я представляю Россию. Я представляю Россию. I represent Russia. Я представляю Россию. Ты представляешь. Ты не представляешь, на что он способен. 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 Отлично. Дальше он, она представляет. Он, она представляет нашу организацию. Он, она представляет нашу организацию. Он, она представляет нашу организацию. Он, он, она представляет нашу организацию. Дальше, let's continue. Плорал. Мы представляем Москву. Мы представляем Москву. Мы представляем Москву. Вы представляете, как сильно я люблю вас. Вы не представляете, как сильно я люблю вас. You can't imagine how much I love you. Вы не представляете, как сильно я люблю вас. Вы не представляете, как сильно я люблю вас. And the last one is, они представляют. They represent their university. Они представляют, 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 представляют свой университет. Let's write it in short. Универ, 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 универ и университет, университет. Номер три, глаголы, again, this time we will use the same verb, but in perfective aspect. So, imperfective was представлять, представлять. And perfective представить. Представить to imagine. Давайте напишем представить. 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 Perfective. Perfective. So, we will have three conjugations here in perfective past tense. We are going to conjugate it in past tense. So, masculine is представил. Imagined. He imagined. Feminine. Представила. She imagined. And plural. Представили. They imagined. We imagined. И так далее. Например, for example. Я представил ее режиссеру. So, the verb представлять or представить also means to introduce. Another meaning, the third meaning, to introduce. And our next example will be when this verb means to introduce. Я представил ее режиссеру. Я представил. Я представил. 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 Or if you are a woman. Я представила ее режиссеру. Режиссеру. Я представил or представила ее режиссеру. I introduce her to the film director. Отлично. Ты представил членов своей команды. Ты представил членов своей команды. Did you introduce your team members? Членов своей команды? Дальше. Он, она представил or представила его как своего брата. Он or она представил, представил, маскулин, феминин, представила, so for она представила, его как своего, своего брата, брата. Он, она представила, or представила, его как своего брата. He or she introduced him as her or his brother. So, он представил его как своего брата, he introduced him as his brother. Она представила его как своего брата, she introduced him as her brother. Отлично, дальше. And now plural, same conjugation, представили, мы. Вы, они представили, 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 мы, вы, они представили, их вместе, вместе. In this context, представили will mean imagined. We, you, they imagined them together. Мы, вы, они представили, их вместе. Номер четыре, idioms or sayings. And today's saying or an idiom is Наболевший вопрос. Наболевший вопрос. Наболевший вопрос. Наболевший вопрос means a burning question. A question that aches. Наболевший вопрос. Burning question. The question that also вопрос in Russian means a problem. So, a problem that has to be resolved. It's burning already. Я хочу обсудить с ними наболевший вопрос. Я хочу обсудить с ними наболевший наболевший вопрос. Наболевший вопрос. I want to discuss with them a burning question. Наболевший вопрос. Хорошо. Номер пять. Выражения. 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 Expressions. And today's expression is Относиться с юмором. Относиться с юмором. Относиться с юмором. Sorry. Относиться с юмором. Относиться с юмором means to treat with humor. To not treat seriously. To be more easygoing. To not take everything so serious. To take everything with humor. Например, я стараюсь относиться к этому с юмором. Я стараюсь относиться к этому с юмором. Я стараюсь относиться к этому с юмором. I try to treat it with humor. Я стараюсь относиться к этому с юмором. To not treat it very seriously. This situation, for example. Номер шесть. Грамматика. Грамматика. Today we're going to talk about Член. Член. Plus a genitive case. Член is a member. Plus a genitive. Because the question will be Чиво. Член. Чиво. The member of what. Чиво. The member of what. And this what that he or she is a member of will be in genitive case. Genitive case. Например, for example. Член семьи. Член. The member of the family. Семья. We have to change it to genitive. Семьи. Семьи. Член семьи. The member of the family. Следующий пример. Член клуба. The member of the club. Член команды. The member of the team. Член команды. Команды. So команда will become команды in genitive case. Член команды. Член команды. Член комиссии. Член комиссии. The member of the commission. Член комиссии. Хорошо. Номер семь. Диалог. 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 Итак. Какие у тебя отношения с Ромой? Какие у тебя отношения с Ромой? So Рома became Ромой in instrumental case. Ромой. What relationship do you have with Рома? What kind of relationship you two have? Какие у тебя отношения с Ромой? Какие у тебя отношения с Ромой? Никакие. Почему? Никакие. 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 No relationship. Никакие. Почему? Why are you asking? Почему? Why are you asking? Почему? Потому что он живет. Потому что он живет. А, окей. So никакие. And the question is why. Sorry. Почему? Why? Why you don't have a relationship with him? Почему? Any kind of relationship with him. And the answer is Потому что он живет только для себя. Потому что он живет, живет только, только для себя. Потому что он живет только для себя. Потому что он живет только для себя. Because he lives only for himself. That means that he is an arrogant, self-involved person. Хорошо. Номер восемь. Короткая история. A short story. Короткая история. Итак, первое предложение. Мой друг Вася считает, что без денег невозможно быть счастливым. Мой друг Вася считает, что без денег невозможно, 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 невозможно быть счастливым. Мой друг Вася считает, что без денег невозможно быть счастливым. Счастливым. Мой друг Вася считает, что без денег невозможно быть счастливым. Мой друг Вася считает, что без денег невозможно быть счастливым. Мой друг Вася считает, что без денег невозможно быть счастливым. Мой друг Вася считает, что без денег невозможно быть счастливым. Мой друг Вася считает, что без денег невозможно быть счастливым. Так, это не просто бумага. Он говорит, что это не просто бумага. Он говорит, что это не просто бумага. Он говорит, что это не просто бумага. Что это не просто бумага. He says that this is not just paper. Он говорит, что это не просто бумага. Деньги делают человека свободным и независимым. Деньги делают человека свободным. Деньги делают человека свободным и независимым. Money makes a person free and independent. Деньги делают человека свободным и независимым. Давайте ещё раз прочитаем. Let's read it one more time and we are done for today. Мой друг Васи считает, считает, considers, thinks, что без денег невозможно быть счастливым. That without money, after the word BS, the noun will be in genitive case. So, деньги became денег in genitive case. Невозможно быть счастливым. It is impossible to be happy. Он говорит, he says, all the time, very often, so this is imperfective. Что это не просто бумага. That this is not just paper. Деньги делают человека свободным и независимым. Money make a person free and independent. That's all for this lesson. Спасибо большое за внимание. Увидимся с вами завтра. See you tomorrow. Don't forget to like, to subscribe. Целую вас. Чмоки-чмоки. Субтитры создавал DimaTorzok